Официальные партнеры программы «Новости дня» – торговая группа «Абсолют», сеть магазинов «Мой сон», федеральный маркетплейс «Бутс», компания «Оптика СССР». Озеро Катакель признали особо охраняемой природной территорией. Жут ли местных жителей и отдыхающих новые ограничения? Об этом не только сегодня в нашем выпуске. Здравствуйте! Вы смотрите «Новости дня» с последними событиями. Вас познакомлю я, Ася Касьянова и корреспонденты ТВ-кома. И сначала, коротко о главных темах. Мы, жители, информируем о необходимости быть готовы к возможной эвакуации. За сутки уровень воды в Селенге вырос на 7 сантиметров. На левом берегу затоплено более 100 участков. Я сказал, что я считаю его убийцей. Потому что для меня это убийца натуральный. На скамье подсудимых врач. Журналистов не пускают на заседание по делу маленького Захара Котенко. Это и дополнительные рабочие места, и дополнительные налоговые числения в район. Развитие месторождения самоцветов и строительства гостиниц. Глава Бурятии подписал ряд соглашений во время Восточного экономического форума. Не забудем никогда. Пока мы живы, живы и они. Сегодня день завершения Второй мировой войны. В Улан-Удэ возложили венки и цветы к вечному огню. И снова поднимается. За сутки уровень воды в Селенге вырос на 7 сантиметров. На левом берегу люди собирают вещи и готовятся в случае потопа покинуть дома. Одновременно работает комиссия по оценке ущерба там, где уже затопило подвалы и участки. Андрей Слепнев с места событий. На левом берегу от паводка пострадало 11 домов и более 100 участков. В них проживают 50 человек, в том числе 22 ребенка. Круглосуточно идет отсыпка и домбирование участков, к которым подошла вода. Были выявлены низменные места. Здесь запас стоит сантиметров 10-15, но лучше предотвратить исход выхода воды. Решили отсыпать здесь. Минувшей ночью работы проводились по улице Судоремонтной. Здесь вода выходит на дорогу и подходит к домам. Почему мы ночью? Усиленный режим по этому действию мы днем и ночью. Техники. 5 самосвалов, 5 единиц самосвала и один фронтальный погрузчик у меня на этом участке. Игорь Шутенков проверил, как ведутся работы по отсыпке низменных территорий. Мэр Оан-Удэ поручил продолжить насыпь до ближайшего дома по улице Грачевского. Это здесь сколько у нас отсыпано? Здесь общая протяженность сантиметров 1 километр. 800 метров. Так, я сейчас смотрю запас сантиметров 60 здесь, да? Да. А нет, смотрите здесь, что у нас такое. Здесь уже речная вода. 2 сантиметров 40. За последние двое суток 4,5 тысячи жителей Левобережья предупредили о возможном подтоплении. Сотрудники администрации Советского района, управления ПЧС и других структурных подразделений мэрии продолжают подворовый обход частного сектора. Сейчас о действиях возможной экстренной ситуации оповестили людей, проживающих в нескольких СНТ. Раньше подполье урожая хранили, сейчас негде хранили. Потому что вода, да, пришла? Потому что вода. А сколько примерно, на взгляд, воды? Сантиметров 40. Вода выступила в подполье сантиметров 5, чтобы, ну, как бы, подготовились к воде так, чтобы собрали все документы. У нас есть, ну, такие специальные резиновые брюки купили специально, чтобы, если что, можно было спокойно в них выйти и эвакуироваться. А пока у нас воды нету, ни подполья нигде, но понемногу я готовлюсь. Вещи, продукты куда-то делаю. Ну, готовлюсь. Рейды проходят вечером, чтобы застать как можно больше людей дома. Горожан информируют о мерах безопасности при паводке, что брать с собой в случае эвакуации. Также сотрудники администрации уточняют число проживающих и берут контактные данные. Мы жители информируем о необходимости быть готовы к возможной эвакуации. То есть жителям необходимо подготовить свои документы, поднять на верхние этажи или же на чердаки ценные вещи, аппаратуру, бытовую технику и при возможности все-таки рассмотреть варианты переезда в другое место. Также на Левобережье начали работу комиссии по оценке ущерба в жилых домах, в которых из-за потопления уровень воды поднялся выше пола. На сегодняшнее утро в перечне 11 адресов. По этим адресам выехали две группы представителей администрации города для детального обследования и актирования всего ущерба. Данные акты обследования в дальнейшем будут рассматривать соответствующие комиссии для рассмотрения вопросов по выплате комиссионной группы пострадавшему населению. Отмечу, жители, в чьих домах вода поднялась выше пола, могут оставить заявку на обследование через ЕДДС и администрацию советского района по номерам телефонов, которые вы видите на ваших экранах. Андрей Слепнёв, Жаргал Цариндашиев, Вячеслав Батоев, Максим Махалов. Новости дня. Из-за потопления дороги в СНТ Черёмушки запущен дополнительный маршрут автобуса. Для жителей проезд бесплатный. Такое решение было принято сегодня в администрации города на оперативном штабе по контролю запаводковой ситуации. Транспорт сегодняшнего дня курсирует от конечной остановки в СНТ Черёмушки до улицы Иволгинской с 8.30 до 21.00 с интервалом каждые 30 минут. При этом рейсовый автобус маршрута номер 11 продолжает свою работу в обычном режиме. Комитет по транспорту составляет расписание движения, чтобы автобусы не пересекались. Тем временем в Наушках, поселке Харанхой и Усть-Кяхте вода пошла на убыль. Однако, по данным оперативного штаба, в республике уже затоплено больше 100 жилых домов. 8 человек перевезли в пункты временного размещения. Людям готовы помочь топливом для теплопушек. Возможно, будут восстанавливать дрова. На сегодняшний день в Кяхтинском, Селингинском, Тарбогатайском и Волгинском районах и городе Улан-Удэ введен региональный уровень чрезвычайной ситуации. По свежим данным, вода пошла на убыль. Сегодня, хочу сказать, что уже наметился серьезный спад уровня воды в поселке Наушки и в поселке Харанхой и в Усть-Кяхте. И пока еще вода потихоньку стекает сюда, в город Улан-Удэ и в Кабанский район. Но ситуация находится под контролем. Сейчас, по данным оперативного штаба, в республике затоплены 612 участков. А в 114 домах вода зашла в жилые строения и находится выше уровня пола. На местах работают спасатели и сотрудники МЧС. Организованы у нас подвоз питьевой воды в зонах подтопления, затопления. Организованы у нас подвоз продуктов питания в данные зоны. Организована у нас работает аэромобильная группировка, работает Бурятская поисково-спасательная служба спасателей. Мечта с аэролодками. Кроме того, у нас работают добровольцы, волонтеры. Отмечу, что в каждом районе, куда пришла большая вода, организованы временные пункты размещения людей. Так, в Харанхое и Улан-Удэ там находятся 8 человек, в том числе четверо детей. Вода медленно, но уходит. Жителям необходима помощь. Власти готовы предоставить несколько мощных пушек для сушки жилых домов. Дизель будет выделяться бесплатно. Также для пострадавших предусмотрены денежные компенсации и не только. Там от 10 тысяч, там и дальше по компенсации 50-100 тысяч, в зависимости от того, у кого, какие потери. Также будет компенсирована потеря урожая, для кого огород является источником просто возможности дожить до весны. Будут представлены овощные наборы, большевой набор, картошка, морковка, капуста. Также помогут жителям, у которых большая вода унесла дрова. Вопрос прорабатывается ведомствами. Отмечу, что в целом на выплаты и восстановление дорог и инфраструктуры выделено 270 миллионов рублей. С учетом текущей ситуации потребуется еще 96 миллионов. На борьбу с последствиями паводков направят волонтеров. Добровольцы будут помогать пострадавшим от стихийного бедствия. Просушивать подвалы, домов, развозить продукты, одежду и не только. Куда обращаться, если вы тоже хотите помочь, расскажем далее. Десятки домов, огородов и дорог оказались под водой. Из-за паводков в Улан-Удэ и в нескольких населенных пунктах Бурятии введен режим ЧС. На борьбу со стихийным бедствием и на помощь пострадавшим брошены все силы. На подмогу спешат и волонтеры, работу которых курирует министр спорта Вячеслав Домдицурунов. На Министерство спорта и молодежной политики можете смело рассчитывать. Уверен, что в ближайшее время у нас формируются боевые отряды, скажем так, молодых, крепких мужчин, ребят. Я думаю, девушки тоже будут подключаться. Наверное, там и пищу готовить нужно будет, и какие-то все равно. По дому какие-то вопросы нужно будет. По хозяйству женские вопросы, наверное, решать. Добровольцы будут помогать просушивать подвалы домов, а также оказывать другую посильную помощь людям. К работе привлекут и поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт». Также на борьбу с последствиями паводков направят спортсменов. Хочу сказать о том, что буквально в ближайшее время мы и нашу спортивную общественность будем мобилизовывать для того, чтобы формировать некий, скажем так, список молодых, крепких, здоровых мужчин, в первую очередь, которые необходимы, в первую очередь, как я думаю, для устранения последствий паводков. Уверен, мобилизуем большое количество молодых ребят, взрослых мужчин, для того, чтобы подключиться к устранению этих проблем. Для того, чтобы понимать, кому, какая помощь и в каком объеме понадобится, создают специальный аналитический центр. Нужны будут дополнительные еще координаторы, да, и я думаю, что от «Лиза-Алерт», добровольческого корпуса и так далее будут координаторы, которые могут взять под свое руководство отдельные группы, пятерками, десятками и так далее. Плюс к этому, конечно, будут аналитические центры, где будет сбор заявок по распределению гуманитарной помощи, по потребностям гуманитарной помощи, по оказанию помощи маломобильным гражданам, ну и всем другим слоям населения, где потребуется наше вмешательство. Напомним, сейчас волонтеры принимают для отправки в подтопленные районы продукты, имеющие длительный срок хранения предметы личной гигиены, теплую обувь и одежду. Те, кто хочет помочь, могут звонить по телефону 37 95 29 или приносить вещи в ресурсный центр добровольчества «Добродом» по улице Бабушкина, 14А. Также ведется набор волонтеров, готовых помочь в ликвидации ЧАЭС. Иксина Лестратова, Новости дня. На скамье подсудимых врач детской больницы. Сегодня прошло заседание по нашумевшему делу о смерти маленького Захара Котенко. Реаниматолога обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Какие показания дают свидетели и почему журналистов не пускают в зал, выясняла Юлия Пермякова. Сегодня в здании Советского районного суда идет уже третье заседание по уголовному делу против врача. Я напомню, это история про маленького Захара Котенко, который скончался в детской больнице на Мадагоево. Родители винят во всем медиков. Сегодня для дачи показаний в суд пригласили 8 свидетелей. Явились только трое. И я замечу, что журналистов в зал заседания не пускают. И мы знаем, что было это сделано по просьбе страны защиты. Хадатайство подал адвокат обвиняемого. Адвокаты ссылаются на защиту персональных данных и врачебную тайну. Однако, кое-какие подробности нам все же рассказал Антон Котенко. По его словам, показания медиков, которые они давали следствию, сильно отличаются от тех, что озвучивали в суде. И несмотря на подготовку юристов, свидетели все равно не могли внятно ответить на вопросы. Постоянная путаница. И когда задаешь вопрос, ну вот Захар, получается, лежит, закатывает глаза. Вы это видите. Это что, каждый раз случается? Нет. Ну да, это какие-то признаки нехорошие. И что дальше делает врач? Он уходит, по вашим словам. Это вы считаете как бы нормальным, да? То есть никто дальше ничего действует, никаких не предпринимает. Просто тишина, молчание, куда-то смотрит потолок, в стену, в пол, в угол, потом на адвоката этого обвиняемого. По словам отца погибшего мальчика, текст у свидетелей был просто заучен. Впрочем, возможно, дело еще и в квалификации медперсонала. Доходило до смешного, потому что задавался вопрос, какие манипуляции проверяет, что как проверяет состояние врач. Дальше был вопрос. Не может медсестра вспомнить даже вот этот аппарат. Татьяна говорит, что это фонендоскоп. А, фонендоскоп, да. Она даже назвать его не знает. То есть уровень квалификации, честно говоря, такой виден невооруженным взглядом. Напомню, фигурантами уголовного дела проходит заведующая на тот момент больницей, а также педиатр. Сам реаниматолог с обвинениями не согласен. Я сказал, что я считаю его убийцей. Потому что для меня это убийца натуральный. Потому что по-другому я его назвать просто даже не могу. Юлия Пермякова, Вячеслав Батоев, Новости дня. К другим темам. Глава Бурятии подписал ряд важных соглашений в рамках работы на Восточном экономическом форуме. В том числе о развитии Наранского месторождения в Селенгинском районе, а также о строительстве гостиниц Выдрина. Наш корреспондент с деталями. Компания «Славное море» в поселке Выдрина уже скоро реализует проект по строительству гостиницы и портовой инфраструктуры на Байкале. Инвестировано будет более миллиарда рублей. Земельные вопросы уже решены. Земля оформлена. Данный проект заявлен с нашей стороны как резидент территории переезжающего развития, чтобы были получены налоговые преференции и меры поддержки подусмотренными по линиям Дальневосточного федерального округа. И сегодня было уже подписано соглашение по реализации этого проекта. Инвестор намерен начать работы уже в этом году и завершить в 2025. Сначала построит гостиницу, причал и необходимую инфраструктуру для обслуживания судов. Также водозаборную станцию для снабжения проекта и населения питьевой водой. Следующий этап – это строительство пункта приема туристов в зимнее и летнее время на горе Мамай. Также планируют соединение отеля и горы Мамай собственным шаттлом. Еще одно соглашение глава Бурятии подписал по развитию Наранского месторождения флюоритов в Селингинском районе. Крупный инвестиционный проект реализует компания ООО «Друза», которая уже запустила в промышленную эксплуатацию эгитинское месторождение флюоритов в Яравнинском районе. Сейчас они заходят и на развитие Наранского месторождения флюоритов в Селингинском районе. Оно в пять раз больше, чем эгитинское. И это большой проект, и мы надеемся, что он тоже будет реализован в сжатые сроки. Это и дополнительные рабочие места, и дополнительные налоговые числения в район. То есть это такой серьезный стимул для развития Селингинского района. Проект предполагает объем инвестиций более 3,5 миллиардов рублей. Компания «Друза» уже подтвердила, что инвестируют точно в срок. Екатерина Стратова, Дмитрий Гомбоев, Новости дня. И еще о новостях Восточного экономического форума. На зимний Байкал продолжат летать чартеры. Алексей Цыденов подписал соответствующее трехстороннее соглашение на 2022 год. Подписано соглашение с компанией «Туи» и с «Ростуризмом» уже на четвертую чартерную программу на зиму. То есть у нас уже две летние программы откатали, мы одну зимнюю программу откатали. Сейчас на предстоящий зимний период подписана еще одна программа по чартерным перевозкам к нам в Республику Бурятия. И вот эти чартерные перевозки, они по сути служили таким триггером для инвесторов, которые заходят к нам на инвестиции по развитию гостиничного комплекса. Интерес инвесторов дал существенный толчок развитию республики, считает Алексей Цыденов. Потому правительство Бурятии со своей стороны окажет содействие подобным проектам. Кадастровая палата Бурятии внесла сведения о границах озера Катакель в единый государственный реестр. Памятник природы регионального значения относится к разряду особо охраняемых территорий, поскольку находится всего в двух километрах от Байкала. Здесь нельзя проводить распашку земель, строить дороги, складировать мусор, спиливать и вырубать деревья и кустарники. Жителям, проживающим в непосредственной близости озера Катакель, переживать не стоит, потому что граница особо охраняемой природной территории озера Катакель восстанавливается по фактическим границам водной поверхности. Земельные участки жителей, проживающих, не попадают в эту границу, соответственно, никаких ограничений на них не накладывается. Отметим, что обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы выполняют собственники земельных участков у озера Катакель. А вот расходы на поддержание порядка, который несет местное население, возмещаются из бюджета. Узнать, входит ли ваш земельный участок в границы территории памятника природы, можно с помощью публичной кадастровой карты. Сегодня памятная дата. 3 сентября – день окончания Второй мировой войны. Она завершилась 75 лет назад. Отметили это событие и в Улан-Удэ. Подробности в репортаже нашего корреспондента. В условиях ограничений мероприятие прошло в узком формате. Присутствовали несколько десятков человек. После минуты молчания состоялось возложение венков и цветов к вечному огню. Для меня эта дата очень важна. Это все-таки день воинской славы. И мы ее... Вы видите, сколько тут у нас военных так, что мы именно чтим ее и не забудем никогда. Пока мы живы, живы они. Возложили цветы к мемориалу военные, представители власти и молодежи. Сегодня многое зависит от патриотического воспитания. Главное, чтобы они знали правду о Великой Победе. На сегодня западные страны пытаются перекинуть одеяло на себя, к сожалению. И вот историческую правду они пытаются повернуть в свою сторону. Но мы знаем, что 27 миллионов жизней на алтарь победы положил народ Советского Союза в своей жизни. Наши отцы и деды отстояли свободу и независимость не только нашей страны, а всего мира. Раньше день окончания Второй мировой войны отмечался 2 сентября. Однако год назад Госдума приняла закон о переносе даты на день позже. Так как именно 3 сентября 1945 года советские газеты опубликовали обращение Иосифа Сталина к народу. Алексей Унагаев, Батар Ламбаев, Максим Махалов. Новости дня. Еще одну памятную дату отмечают сегодня. Это день солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября произошла страшная трагедия в Беслане. Тогда погибли 333 человека. Большая часть из них дети. Об этом рассказали школьникам на уроках мужества. Крики, слезы, боль. Кадры трагедии в Беслане. Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остается таковым по сей день. Но пятиклассники о нем ничего не слышали. Ты что-нибудь знал о трагедии в Беслане со школьниками? Нет, только первый раз. Какие были впечатления? Я удивился. Страшно? Да. А ты что-то вообще раньше знал про терроризм? Да, знал. Ну, если честно, не так много. Не хотелось об этом всем знать. На уроке мужества кадетам из Центра военно-патриотического воспитания «Авангард» рассказали, что 3 сентября 2004 года в результате штурма школы в городе Беслане в Северной Осетии погибли 333 человека. Большинство из них – дети. Свыше 800 человек пострадали. Тогда террористы удерживали в здании 1128 заложников. Кажется, что это все где-то далеко, да? Нас не затронет. Они тоже, наверное, так думали? Да, я тоже так думала до этого. А сейчас как думаешь? Сейчас думаю, что в любой точке мега такое может произойти. Так и есть. Бурятия – не исключение. Валерий – ветеран боевых действий. Как-то, рассказывает мужчина, им поступило сообщение о взрывном устройстве на станции «Наушки». 200 грамм тротила, было прикреплено к наливной бочке с бензином. 9 бочек стояло наливных. Понимаете, в каждой бочке 80 тонн бензина. Если бы вот это взорвалось, «Наушки» бы не топило в этом году. Их бы просто не было. Саперов вызвал путейщик. Они успели обезвредить снаряды. Террористы могут устанавливать взрывные устройства в самых неожиданных местах. В подвалах, в арендуемых помещениях, снимаемых квартирах, припаркованных автомобилях. Теперь мальчики знают, что в случае контакта с террористами нужно вести себя спокойно, выполнять их требования и не паниковать. А еще быть внимательнее, когда получают сообщения от незнакомцев в соцсетях. Ведь именно там чаще всего вербуют будущих преступников. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня. Сейчас небольшой перерыв и вот о чем еще после рекламы. Мои дети уже знают, как работать примерно за ширмой, с куклами и так далее. Театр «Ульгер» отправился на гастроли, где можно будет увидеть кукольные спектакли. Очень нравится, что построили новую площадку. Старая была бетонная. Для игры в футбол и волейбол на Столбовой появилась новая спортивная площадка. Покупай в «Абсолюте» выгодно. Колбаса «Сервелатное Стародворье» со скидкой 45% всего за 85-89. Абсолют. Гарант низких цен. Пугают холода, согреет теплое одеяло. Надо купить. В магазинах «Мой сон» теплое натуральное одеяло, мягкие шерстяные пледы и хлопковое постельное белье. «Мой сон» – это добротный спальный текстиль для вашего здорового сна. Ваши магазины «Мой сон». Федеральный маркетплейс «Будс купить обувь». Оформи заказ на сайте и получи скидку 20% на первый заказ. Доставка в любую точку России бесплатна. Каждые 5 секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту – один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика с СССР. Цена прозрачна, как стекло. То есть ее почти не видно. Клиентам сколько к нам пришло. Затраты было не обидно. Мы качество ценим превыше всего. И вам советуем одно. «Стройпласт» вам остеклит балкон и окна ПВХ поставит. Звоните. Приходите к нам. Цену по-честному считаем. Компания «Стройпласт». Телефон 400-123. Ровный, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Празднуем пятилетие вместе. Весь сентябрь. Теплосили скидки до 35%. А еще бонусы и подарки. Теплосила. Все для отопления и водоснабжения. Миллионы тонн пластика выброшены в окружающую среду. Пожары и наводнения сотрясают планету. Полиэтилен не разлагается долгие годы. Местная компания «Хэштег-поддержка Бюст» перешла на бумажную упаковку. Мы не хотим, чтобы планета задыхалась. Вы смотрите «Новости дня». Это прямой эфир. Продолжим. Оформить временную регистрацию можно без посещения МВД или многофункциональных центров. Теперь на портале Госуслуг доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту жительства в режиме онлайн. Собственники жилья могут дать согласие дистанционно. Сам сервис стал понятнее и требует минимум времени для заполнения и направления заявления в ведомство, считают разработчики. Свидетельство о временной регистрации, которая поступит пользователю в личный кабинет на портале, равнозначно бумажному документу, заверенному должностным лицом МВД России. Сервис уже доступен во всех регионах. Городскому водоканалу исполняется 85. В преддверии юбилея руководитель предприятия посетил ветеранов производства, которые отдали своему делу не один десяток лет. С подробностями Алексей Унагаев. Ханда Аюрова начала работать уже с самых ранних лет. В годы войны трудилась дояркой на ферме, помогая взрослым. 11 лет в биографии Ханды Будожаповны неразрывно связаны с городским водоканалом. В ноябре труженице тыла, ветерану труда, исполнится 91 год. Она трудолюбивая, беспокойная, как все матери. Переживает она. Иногда бывает, если что-то случится, что-то долго... Пошла я в магазин и долго потерялась, она начинает нервничать по дому, ходит. Ну как она, как все матери. Станислав Протасов с особой теплотой вспоминает годы работы в испытательной лаборатории предприятия. Я застал самое такое интересное время, значит, когда вопрос охраны Байкала стоял на важном государственном уровне, значит. И водоканал тогда был вынужден создать такую лабораторию со штатом 43 человека. Были разработаны условия нормы сброса загрязняющих веществ в городской коллектор. Их около 300 абонентов было, чтобы это все проверять. Ежемесячные отчеты перед Москвой, разработка специальных приборов для нужд Улан-Уденского горводоканала, государственная аккредитация лаборатории. Все было, как будто вчера, говорит Станислав Александрович. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Я здесь рядышком, если что. Можно в дверь даже постучаться, вдруг какие-то проблемы. Цветы, подарки и материальная помощь – это лишь малая доля того, что делает водоканал для своих ветеранов. Люди, стоявшие у истоков создания предприятия, принимавшие участие в обеспечении стабильного водоснабжения города, никогда не будут обделены вниманием, уверяет Андрей Сухоруков. Сегодня все руководители действующего водоканала объезжают, поздравляют наших ветеранов. Конечно же, дай Бог им здоровья, внимания, огромное спасибо за их работу, за их труды, которые они вложили в это дело создания и работу эксплуатации всех инженерных инфраструктур нашего водоканала. Алексей Унагаев, Максим Махалов. Новости дня. На улице Столбовой сегодня устроили праздник. Там появилась новая спортивная площадка. Построили ее по наказам избирателей. Теперь местные детвора играют там в футбол и волейбол. Дмитрий Гомбоев продолжит. В честь открытия устроили мини-футбольный турнир. Новые площадки рады и дети, и взрослые. Это вообще здорово, что такая площадка в нашем дворе. У нас дети очень довольны, мы довольны. Вот внучка моя бегает, там внук бегает вообще. Теперь их со двора вообще домой не стащить. Они у меня до ночи тут так играют. Площадка классная. Будем играть в футбол, в баскетбол, гонять, бегать, тренироваться. Очень нравится, что построили новую площадку. Старая была бетонная, сейчас построили уже настоящую хорошую площадку. Можно играть в баскетбол, в футбол, заниматься спортом. Проводят соревнования разные. Например, как сейчас, открытие. Очень нравится. Эта спортивная площадка уже третья. Депутатом Горсовета Владимиром Тулон работан проект «Дворовый спорт. Здоровое поколение». Цель, чтобы современных площадок было как можно больше и чтобы они не пустовали. В предыдущие годы, если были какие-то спортивные площадки, они все морально и технически устарели. Сегодня мы строим современные. Она, правда, дорогостоящая, но качественная и безопасная. Строим площадки и проводим турниры. Но для чего турниры проводим? Чтобы была мотивация для наших детей, подростков проводить время и турнир на пресс-депутата. Стоимость такого объекта 1 миллион 700 тысяч рублей. В следующем году две спортивные площадки построят на улице Боевой, а на улице Солнечной появится хоккейный корт. Дмитрий Гомбоев и Максим Махалов. Новости дня. Детский театр «Ульгер» пригласил сегодня горожан не на очередную премьеру. Там устроили веселые проводы кукол. Куда уехали артисты спектаклей из Улан-Удэ и где они будут радовать маленьких зрителей, расскажет Мария Латышева. Этот сережа из спектакля «Спички детям не игрушка», который, как и другие вот эти вот игрушки театра «Кукол Ульгер» раньше радовали городского зрителя, сегодня уедут в районные дома культуры и будут удивлять сельских ребятишек. Мыши-кроты из Дюймовочки уедут в Гусиноозерск. В городе с 1975 года работает свой кукольный театр, который в этом году открыл 47-й театральный сезон. Теперь будем радовать ребятишек. Пусть они посмотрят, какие замечательные куклы нам подарили сегодня в театре «Ульгер». И будут радоваться тому, что в репертуаре театра «Родничок» появился новый спектакль. Когда уже думаете запускать? Ну, запускать пока еще не знаю. Может быть, в этом театральном сезоне, да. В этом же сезоне планируют запустить серию новых спектаклей с куклами из «Ульгера» и детский образцовый театр «Фантазеры» из Джидинского района. В прошлом году я уже пробовал куклы, так сказать. Сам шил, получается, перчаточные куклы. Непрофессиональные, начнем с этого. Ну, то есть, в принципе, мои дети уже знают, как работать примерно. За ширмой, с куклами и так далее. Поэтому, думаю, к Новому году мы уже какой-то из этих спектаклей, которые нам передадут, я думаю, мы уже его поставим, я думаю. Даже после списания спектаклей из репертуара всех этих кукол бережно хранили в запасниках. Поэтому все они, как и декорации, в идеальном состоянии. Они в очень хорошем состоянии, сделаны руками наших мастеров, а наши мастера на самом деле – это волшебники, чтобы у них, у наших кукол, у наших спектаклей была уже новая жизнь, с новой энергией, чтобы дети радовались и радовали своих уже зрителей. Здорово, что по всей республике у нас около 500 человек, которые увлекаются театром кукол. Около 500 человек находятся в этом сообществе. И 25 у нас коллективов студий, которые занимаются именно куклами по всей республике. Пусть официально это звучит и сухо, просто как передача материальной базы театра в районные ДК. За этим стоит радость сельских детей, которые занимаются в театральных кружках. Именно для них все эти куклы из театра «Ульгер» переедут в районы и будут радовать маленьких зрителей. Мария Латышева, Алексей Ромашов, Новости дня. К началу учебного года многодетным семьям города подарили новые ноутбуки. Сделала это одна из частных компаний в рамках благотворительной акции. Подробнее в нашем материале. Света, Валя, Лиза и Евдоким. У многодетной мамы Анастасии, которая растит их одна, сегодня день рождения. Гостей с утра не ждала, но подарками все остались довольны. Хочу сказать огромное спасибо «Автолидеру» за то, что подарили ноутбук, тортик, поздравили с днем рождения. Для деток это очень хороший подарок в школе, так как дети учатся и очень нужная вещь. Компания «Автолидер» такие благотворительные акции ко Дню знаний для многодетных семей проводит ежегодно. Мы каждый год 1 сентября помогаем многодетным семьям, малоимущим собраться в школу. В этом году мы решили сделать трём семьям такой презент, очень нужный. Мы подарили каждой семье по ноутбуку. Мы очень социально ориентированная компания, мы стремимся к тому, чтобы участвовать в социальной жизни нашего города и помогать нашим горожанам, дарить хорошее настроение и делать их жизнь немножечко лучше. Сделали жизнь лучше сегодня и для семьи Копорских. У них шестеро ребятишек, трое из которых школьники. Так что ноутбук для них как нельзя кстати. Спасибо большое вам, «Автолидеру». Такое у нас просто нет возможности купить. Ну всё, теперь детки будут заниматься? Да, да. А Валентина Леонидовна называет себя самой богатой бабушкой. Ещё бы, сразу восемь внуков. Четыре ученика, значит прямо сейчас они опробуют новый ноутбук. В вашей организации спасибо, что занимаетесь таким делом, добрым. Мария Латышева, Жагал Цериндашиев, Новости дня. Сегодня на ТВ-коме программа «Во саду Левогороди». В новом выпуске её автор и ведущий Анатолий Кушнарёв попадёт в настоящий цветочный рай. У хозяйки приусадебного участка одних бархатцев больше 700 штук. Все секреты опытного садовода в 21.00 в нашем эфире. На этом всё. Ещё раз коротко о главном. За сутки уровень воды в Селинге вырос на 7 сантиметров. На левом берегу затоплено более 100 участков. На скамье подсудимых врач. Журналистов не пускают на заседание по делу маленького Захара Котенко. Развитие месторождения самоцветов и строительства гостиниц. Глава Бурятии подписал ряд соглашений во время Восточного экономического форума. Театр Ульгер отправился на гастроли, где можно будет увидеть кукольные спектакли. Наш выпуск завершён. Вы всегда можете найти все наши материалы в сети. С вами была Ася Касьянова. Берегите себя и до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok Приходи к нам сегодня. Начни зарабатывать уже завтра. Федеральный маркетплейс «Будс купить обувь». Оформи заказ на сайте и получи скидку 20% на первый заказ. Доставка в любую точку России бесплатна. Вашему ребёнку нужны очки? В оптике СССР большой выбор оправ, которые не ломаются. Очень прочные, безопасные и весёлые для любознательных и активных детей. На детские оправы скидка 20%. Позаботьтесь о здоровье глаз ваших деток. Я люблю оптику СССР! Субтитры делал DimaTorzok